У Ювентуса появлялся оппонент, а то и целых два. Все зависело от матча на Сент-Якобс-парке в Базеле между хозяевами более этакой футбольной золушкой, восхищающей всю Европу и испанским Депортиво. Депр вроде обрел достаточно хорошие кондиции. Последний матч испанского чемпионата выиграл у крепкого Лидолида в гостях за счетом 1-0. Ну а Базель в известной степени терро-инкогнито. Как был, так и остается. Рене Темен, голландский орбитер на ваших экранах. Состав Базеля. Почему загадка? Потому что перерыв сейчас в швейцарском чемпионате, и как он сказался на амбициозном и резвом швейцарском клубе, невозможно было определить. Субербюллер, Варрото, Твисик. Ну, конечно, оба. Якины, Хакан и Мурат, Барберески, Менес, Канталупи, Хаас, Атуба, Чипперфиль и Росси. Это состав Базеля. Деппо играл в следующем составе. Хуанги в воротах, Ромеро, Найбет, Скалони, Жоржи Андрадо, Доната, Дюшер, Эктор, Серджио, Маккай и Люке. Ну, надо сказать, что все-таки два форварда выставил Хавьер и Рурета на этот матч. И отметим, что в общем и целом защитников у Деппера было многовато. Базель начал матч как с цепи сорвавшись. За первые 10 минут было подано 4 угловых поворот соперника. Но первая же контратака Деппортива, и вы уже догадались, конечно, что испанская команда в желтой форме грозила обернуться неприятностями для чемпиона Швейцарии. В общем и целом матч смотрелся довольно живо. Опасных моментов было много у тех и у других ворот. Вот один из них. Традиционно опасный для ворот соперника пенальти. Якин бьет, впадает в штангу, и Кристиан Гросс, тренер Базеля, негодует. В принципе, ни на решение арбитра, ни на нерадивость своих подопечных, просто не повезло немного. Контратака Деппортива смотрим. Левого кланга она начинает развиваться там. Разбираются Ромеро, и опять Маккай выходит один на один и бьет практически в упор. И здорово играет Субердюгер. Надо отметить, что и в матче за голландскую сборную в середине прошлой недели Маккай в поединке с аргентинцем пару подобных моментов спустил. Значит ли это, что у лучшего бомбардира испанского чемпионата сбился прицел? Наверное, говорить об этом поспешно. На линии офсайда Маккай играет, видите, как роскошно. Но забить не забил. И очень скоро Деппортива об этом пожалел. Хавьер Ирурета, мудрый тренер, видимо, почувствовал неладное. Потому что Базель все давил и давил. Все атаковал, атаковал. И Деппортива, который редко отдает кому-то мяч, как правило, даже в поединке с мадридским реалом, Деппорт чаще владеет мячом. Упустив три шанса подряд, в итоге оказался без мяча. В середине первого тайма процент владения мячом у хозяев был просто непривычно велик за 60. То есть вот смонтированные куски, конечно, включают в себя самые острые моменты. Но увидел, что их больше было ворота у Бергунера. Но тем не менее территорией мячом владел и владел безраздельно базе. Вот мы смотрим, как Росси по левому флангу. Метров 20 пробегает, не успевает. Линия полузащиты Деппортива, какой-то заслон тут выставить. Фактически в шеренгу по одному располагаются защитники на линии штрафной. Они помешать ударить Хакану и Кину не могут. Еще становится 1-0 в пользу хозяев. Удары вправду хорош. Хуанме тут винить пустое. Шансов отбить этот мяч было немного. Жоржи Андрадо был ближе всех к бьющему. Стало быть, как это водится, может быть, его и признают виноватым. На самом деле, коллегиальная вина не доработал Деппорт команда в обороне, за что и был наказан. И тут же по горячим следам Базель начинает просто терзать оборону соперника, догоняя Деппортива по количеству опасных моментов. Чипперфель бьет метров уже с 6, наверное, поворотом чуть мимо. Вот мяча из аутов, скидка головой. И опять здесь Хименес морочит голову защитников. И вот мы смотрим еще раз удар. Чипперфель бьет метров не попадает в ближний угол. Концовка первого тайма. Тайм второй. Поняв, что... Еще посмотрим первый тайм. Приношу извинения. Больше красивый, чем опасный удар через себя в исполнении того же самого Хакана Якина. И тут же в догонку длинный пас. На выход кашу, удар которого не попадает в цель. То есть, как будто не было перерыва такой же активной, злой и боевитой Базель. Следует, наверное, помнить не результаты двух предыдущих встреч. Крупное поражение в Турине, да. И достаточно чувствительное поражение на своем поле от Манчестера 1-3. Сколько то, что и в том, и в другом матче. По количеству ударов в створ Базель соперника превосходил. Лига чемпионов познакомила нас с прекрасной командой. И в этом поединке за победу свою первую на втором этапе Базель намерен был биться до конца. Три ставка ходит. Чуть-чуть не в три форварда начинает играть Ируретто. Понятное дело, всех на передней линии держать себе дороже. И так полночита не дорабатывает Хакан Якин. Влистательная передача. И опять не успевают вернуться Горисийцы к своей штрафной. Удар практически в упор уже. Барбереса мяч чуть-чуть не впадает в ворота. И чуть-чуть не достается набегающему уже на дальнюю штангу Христиану Хименесу. Ну и до партии в обороне не откиживалось. Вы видите, в вороты мяч не идет ни в силе другие. А моментов хоть отбавляет. У обеих команд. Альберто Люке хватается за голову. На пенальти в этом эпизоде арбитр встречи осудил Ренатеминг. Я уже об этом говорил. Не расщедрился. Ну, время еще есть у Депортивы. Продолжают экспансы наседать. Процент владения мячом, конечно, столь важный. Ну, я уже говорил почему. Потому что он играет Депортива. И у команды это один из основных показателей, по которому Ренатеминг уверяет игру. Депортива выправил и подравнялся с соперника к финальному свисту. Но вот подравняться по голам, все никак не получалось. Тот же Люке бьет. Чуть не с линии вратаски, ничего не получается. Душер начинает новую атаку. И опять она правом флангу. Мы видим, что Базель устал уже. Не успевают игроки вернуться назад. Поэтому играют чуть ли не пять в обороне. И где-то там пять на чужой половине поля. Разрыв очень большой. Депорт сразу это понимает. Начинает быстро переходить из обороны в атаку. Но до явных стопроцентных моментов, как в первом тайме, дело не доходит. Так говорится, ваши рыбки клевали, да вы их сами поймать не дали. Идут замены чередой. И это понятно. Мы даже вот в этом видеоконспекте видим усталость игроков. Хороший шанс. У Базеля Хименас партнеру просто роскошный мяч сбросил. Но удара как такового и не последовало. И вот уже последние минуты. Мурат Якин от души отбивает мяч на чужую половину поля. Ну а тут по какой-то терапатической связи родственной. Возникает его брат Хакан Якин. Наверняка уже на пустые ворота Хименаса забрасывает мяч. Тот оказывается на газоне. Обсуждать действия арбитров сегодня вроде бы давайте договоримся поостеречься. Потому что отсутствие повторов однозначного ответа на вопрос был ли пенальти. Пенальти-то не было. Было ли нарушение не дает. Судьи устанавливают стенку. До ворот 20 метров. Диего пристану мяча. Стенку то он обводит. Но он мяч со стенкой обводит и ворот. Я напомню, что перед этим матчем Базель очков не имел. У Депортива была одна единичка. В игроке набранных баллов за домашнюю речью против Ювентуса. Ну а теперь Базель обходит Депорт и поднимается на позицию за номером 3. Учитывая, что Базель ожидает еще личная игра Силова на своем поле. И здесь борьбу.